Всем здорова! Это передача по кашеварим. И сегодня мы с вами готовим бургер на гриле, на природе. Бургеры у нас необычные, они с крутой фишечкой, которую мне подсказал Роман Степанов, который живет в Америке. Он тоже блогер, ссылочку на него оставлю в описании. Спасибо, Ромка, тебе большое. Это будет начо-бургер или начо-чизбургер, потому что там будет еще и много чиз... сыра. Дело в том, что это простой бургер, ничего в нем по большому счету особенного нет, но Ромка меня убеждал, что это офигенно вкусный бургер. И по большому счету я с ним согласен, что должно получиться здорово. Давайте я вам покажу, как это приготовить и в конце попробуем, скажу свое мнение. Ингредиенты элементарные. Как всегда, для любого бургера первое, что надо, это хорошее мясо. У меня говядина, у меня это уже фарш, я дома его прокрутил. Ну, минус моей говядины в том, что, блин, ну мало жира у меня. Дело в том, что я хотел сделать пожирнее его, процентов хотя бы 20, чтобы было жира, и это нормально для бургеров. Я поэтому искал кусок постный и кусок непостный говядины, хотел их смешать, но ничего не вышло. Нашел говядину с небольшим количеством жира, ничего страшного. По большому счету получится тоже неплохо. Оставляем, в общем, как есть. Ну, не побегу же я сейчас что-то еще искать. Конечно же, булочки для бургеров. Это отдельная тема. Обыскался тоже. Найти хорошие булочки для бургеров в магазе. Просто Unreal. Купил, в общем, плохие булочки для бургеров. Это тоже ничего страшного, ребят. В конце концов, можно приготовить булочки дома. Я уже вам показывал, причем дважды, по-моему. Один рецепт бургеров я делал нормальный, один гигантский бургер. Там использовал ингредиенты для булочек, которые вы можете посмотреть. Тоже оставлю ссылочки в описании. Приготовить дома вкусные булочки. Ну, естественно, сыр. В нашем случае это будет тертый сырочек. У меня голландский секретный ингредиент. Это начос. Сырный начос. Именно с такими и надо готовить этот бургер. Ну и, ребята, овощная составляющая. У нас это будет лучок, помидорка. Хорошая помидорка. Я еще один момент вам расскажу про это. Обязательно лайм. Ну, в крайнем случае можно использовать лимон или уксус. Лучок, я сказал. Чесночка мы немножко возьмем. И кинза. Ну, соль, перец, это все понятно. Это классика. Ну и, конечно же, вот такой вот маленький арбуз. Возьмите его, вот когда будете готовить, прям рядом поставьте. Просто пусть стоит. Итак, начнем с подготовки фарша. Начнем с того, что используем контрацептивы в виде перчаток резиновых. Мне здесь не очень удобно мыть руки, поэтому я стараюсь на природе одевать перчатки. Что мы сделаем? Так, мы подготовим мясо. Это пока просто хороший кусок фарша, который надо привести в порядок, а именно посолить. У меня крупная соль. И поперчить. И больше ничего делать не надо. Какие-то там кинза, финза, кориандр, все это, ребята, не надо. Это все лишнее. И хорошенько его вымесим. Если кто-то вам говорит, что не надо, добавляйте соль в начале. Вы что? Мясо станет слишком плотным. Да ладно? Добавляйте сразу. Оно же не будет у нас вечность лежать. Так, все, фарш вымесили. Теперь мы его разделим на одинаковые кусочки. Я не знаю, какого размера у вас булочки. Я не знаю, какой толщины вы хотите бургеры. Но в любом случае нам надо делать, ну, чтобы было не совсем, знаете, как для врагов, а чтобы было душевно. Ну, прям котлетка так котлетка. Бургер так бургер. Ну, у меня, допустим, получается вот на 4 бургера. Даже много, мне кажется, большие получаются. Я сейчас от каждого отщипну, и получится у нас еще на пятый. Будет 5. Теперь сформируем котлетку. По диаметру она должна быть больше, чем диаметр булки. Потому что она, ну, естественно, она ужмется. Она должна выходить за пределы булки на начальном этапе хотя бы, ну, на сантиметр. Потому что сантиметр уйдет смело. Особенно, если вы используете очень жирный фарш. Одна котлетка готова. Все, у нас готово. Раз, два, три, четыре, пять котлеток. Пока их отложим в сторону. Так, теперь приготовим сальсу. Сальса это, в общем-то, просто мелкорубленный салат. По поводу помидоров хотел сказать. Мы, в принципе, в этом бургере не будем использовать какие-либо соусы. Мы будем использовать просто вкусный, свежий, сочный салат. Именно поэтому нужно помидоры купить дорогие. Вот потратьтесь на какие-нибудь бакинские, которые стоят дофигища сейчас, ну, не знаю. Триста, может, триста пятьдесят рублей они стоят. Если уж в крайнем случае, если вы будете использовать дешевые такие, знаете, ну, водянистые помидоры безвкусные, то добавьте туда немножко кетчупа. Сальсу я имею в виду. Чтобы хоть как-то, хоть как-то компенсировать отсутствие вкуса помидора. В общем, нарезаем все мелким кубиком. Вот примерно вот таким вот кубиком складываем все в одну тарелку. Так, следующее, что у нас пойдет, это чесночок. Пошелушим его и почистим. Так, я использую три зубчика. Мне кажется, этого достаточно. Чесночок тоже уходит в сальсу. Следующее, это лучок. Также мелко его надо нафигачить. С луком лучше не злоупотреблять, как он. Ну, допустим, вот половину головки, либо целую можно добавить, наверное, тоже. Все мелко нарезайте, все мелко нарезайте. Можно только помидоры не очень мельчить. Крупноформатные помидоры, они всегда хороши. Следующий у нас кинза. Кинза, это штука на любителя, конечно, но сюда она подойдет здорово. То, что у нас такое в стиле, ну, типа мексиканский начос все-таки, да, мы используем. Все, смело всю кинзу фигачим. Ну и лайм. Выдавливаем целый лайм. Не прям совсем до конца, а так, ну вот, выдавили, насколько у вас сил хватило. И все готово. Так, чуть-чуть сальсу подсолим. И перемешаем. Все, пока оставим постоять. Сейчас выделятся соки, то, что надо. Пока подготовим угли. А теперь приготовим начос. Начос надо измельчить. И лучшим способом, чем вот так вот топором, я не придумал. Хорошо, мелко. О, то, что надо. Второй пачкой поступим точно так же. О, о. Я не смазываю решетку маслом, я смазываю маслом сами бургеры. Этого достаточно. С двух сторон. Отправляем на решетку. Так, ребята, сколько будут жариться они? Принцип такой же, как в стейках. То есть, ну, если хотите среднюю прожарку, то минуты по полторы хватит. Но я люблю вот для бургеров, чтобы было все прожарено по-настоящему. Поэтому я буду жарить где-то 3 минуты с каждой стороны. Может быть, 4 даже. Сейчас, когда будем переворачивать, очень важный момент. Итак, переворачиваем наши бургеры. И вот сейчас очень важно, очень важно посыпать хорошо сыром. Мы используем тертый, чтобы он лучше расплавился. То, что на гриле это небольшая проблема. Для того, чтобы сыр гарантированно расплавился, его лучше накрыть какой-нибудь крышкой или казаном, или что-то вроде того. Вот в таком виде котлеты должны дожариться еще какое-то время, ну, минутки 3-4, чтобы сыр расплавился до конца. Если вдруг сыр не расплавился, раскидайте угли по сторонам, чтобы котлетки не пригорели, и оставьте под крышкой, пусть доплавятся. Так, все, у нас все готово. Ага, все готово, у меня нету чем брать котлетки. И вот, ребята, в чем фишка этого бургера? Берем и в начос. Сыром вниз вот так вот берем и в начос. Так, снимаем пока, чтобы у нас они не перегорели. Все, шикарно. И теперь хорошенько обваливаем в сырных начос. Вторая пошла. Вминаете прям в сырок. Вот так вот, смотрите, оп, и пошло придавливание. Чтобы это все на сыре осталось. Вот. Конечно же, подзапечатаем булочки, чтобы сок от котлеты у нас не сильно ее размочил. Заодно они прогреются, это будет вкусно. Булочки подрумянились, то, что надо. Так, некоторые булочки даже сверх подрумянились. Ну, будем откровенно говорить, они подгорели, но ничего страшного. Итак, друзья мои, вот здесь вот начинается самый сок. Вот берете вот такую ложку, шикарную, и начинаете, конечно же, с котлетки. О, вот так вот. Сверху хорошенько кладите типа соус. Обязательно такой ложкой, обязательно. И булочка с кунжутом. Вот так вот, ребята. Начос-бургер готов. Что ж, давайте попробуем, что у нас получилось. Выглядит здорово. Празднично так. Ммм, а интересный бургер. Вот эта хрусткость начос, сырный вкус, делает свое дело. Может быть, чуть-чуть суховато. Может быть, чуть-чуть еще добавить, я не знаю, кетчупа хотя бы. Но офигенно. Начос делает свое дело. Действительно фишка бургера. Действительно советую так попробовать сделать. Спасибо. Тихо. Меня оса уже тут укусила, блин. Пол руки раздуло. Спасибо компании Фингриль за предоставленный удобный гаджет. Гриль Нордик. Для того, чтобы участвовать в конце года в розыгрыше такого гриля и получить его, только нового, обязательно выкладывайте в социальных сетях фотографии место, где у вас будет стоять этот гриль. С хэштегом покашеварим гриль. Эти фотографии будут участвовать в розыгрыше. Я уже два раза делал это объявление. И всего лишь где-то 10 фотографий выложили. Ребята, вы не хотите такой гриль? Вы вообще чудные. Когда мы разыгрывали недорогой набор ножей, у вас было 400-500 человек, которые участвуют. Когда мы разыгрываем офигенно дорогой гриль, у вас 10. Ну, вы даете. Круто, в общем. Пока. Что бургер хоть? Ребята, ну посмотри на меня. Короче, посмотрите на нее, как она стрёмно выглядит. И мы вам расскажем про бургер. Бруно, ей достался бургер с самой толстой котлетой, а у меня, которая потоньше. Мне очень нравится, я уже доел его почти. Суховато. Можно кетчупа добавить. Но вот эта вот хрустящаяся прикольная, да, сырная? У тебя получается вообще кетчупа нету? Вообще нет. Но прикольно. Скорее лайк, чем дизлайк. Лайк. 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 Продолжение следует...